Итоги уходящего понедельника Здоровый тренд. В Бобруське продолжается вакцинация против гриппа. Прививаемся каждый год. Вся моя семья. Какие области в антирейтинге по заболеваемости? Легальный Дед Мороз. Министерство по налогам и сборам напоминает про внесение обязательного платежа. Уведомления можно подать в письменном виде, либо через личный кабинет плательщика. Что нужно сделать прежде, чем отправиться на праздник детям? А также экономический рост. Сладкие подарки и теплый декабрь. В Беларуси к концу недели ожидается похолодание. Новые портфели. Президент принял ряд кадровых решений. Центр избирком возглавит Игорь Карпенко. Он с 2016-го занимал пост министра образования. Александр Лукашенко отметил, с учетом предстоящего референдума по обновлению Конституции, новому руководителю предстоит большая и ответственная работа. Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, приведения его. Вы, человек опытный и в горе с полкома работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории, в единый день голосования, избрать наши советы и законодательные органы власти, парламент и советы. Ну и, естественно, выборы президента. Вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Поэтому и практически из огня до вполыми вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться в Всебелорусском народном собрании. Заместитель премьер-министра Александр Суботин возглавит Витебскую область. Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко займет пост председателя Могилевского облсполкома. Для них эти регионы родные, а не курировали здесь многие вопросы. Анатолий Исаченко начинал трудоводительность в Горецком районе старшим инженером колхоза. Затем занимал руководящие должности в райисполкомах, был заместителем губернатора. Приходите на прививку. В Беларуси растет заболеваемость гриппом. Помимо столицы в антирейтинге Могилевская и Витебская области. Компания по вакцинации продлена до 1 января. В Вобруйской обезопасили себя почти 75 тысяч человек. Процедурный кабинет работает и в 6-й поликлинике. Татьяна Казачук не понаслышке знает, как важно заботиться о себе. Пенсионерка регулярно укрепляет здоровье. Много гуляет, хорошо питается и, конечно, стабильно приходит на вакцинацию. Сначала от коронавируса, а теперь и от гриппа. Прививаемся каждый год. Вся моя семья. Уже 10 лет я прививаюсь. Перед прививкой обязательный сбор анамнеза и осмотр врача. Пациенту измеряют давление, температуру и сатурацию. Сама процедура занимает не больше 10 минут. Еще 30, чтобы удостовериться в отсутствии побочных реакций. И можно идти домой. Заранее записываться на вакцинацию не нужно. Просто обратитесь в регистратору. И обязательно возьмите с собой паспорт. Также не забывайте про маску. Сделать укол можно в любой поликлинике города. В первую очередь вакцинируют группы риска. Это дети до 3 лет, беременные, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Сейчас в Бобруйске привито 34% населения. Это почти 75 тысяч человек. Для коллективного иммунитета необходимо минимум 40%. Регистрируется заболеваемость и вирусом гриппа типа А. Это H3N2. К слову сказать, данный тип вируса, антигены этого вируса входят в состав в вакцины, которая применяется на территории Республики Беларусь. Это Гриппол плюс и вакцина Ваксигрипп. Наибольший природ заболеваемости гриппом отмечен в Могилевской и Витебской областях. Свыше 60% – дети и подростки. Особенность этого сезона – параллельное проведение двух кампаний вакцинации. Сначала медики советуют привиться от коронавируса, а спустя 14 дней – от гриппа. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Смертельный маневр. Накануне в Могилевском районе произошла авария с летальным исходом. В 10 вечера вблизи агрогородка Мосток Хонда выехала навстречу, где столкнулась с грузовиком. В результате ДТП 36-летний водитель лиховушки от полученных травм скончался на месте. По факту ЧП проводится проверка. Благотворительная акция «Тонкий лед и шоколадный бум». В стране к новогодним праздникам произведут почти 2 миллиона сладких подарков, какие конфеты положат в коробки. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Основной приоритет и задачи на 2022-й – рост благосостояния населения. Такие ориентиры видит правительство. Консолидированный бюджет сохраняет социальную направленность, увеличатся расходы на образование, здравоохранение, а также на заработную плату. Наша страна намерена обеспечить экономический рост за счет партнерства в союзном государстве и на евразийском пространстве. В Беларуси к новогодним праздникам произведут почти 2 миллиона сладких подарков. Большая часть уже готова. В упаковках от 300 грамм до 3 килограмм можно найти шоколад, конфеты, ирис, карамель и обязательно новые виды изделий. Все создано из качественного сырья. Производством занимаются коммунарка, спартак, красный пищевик и слодоч. В линейке свыше 100 наименований. На выходных под лед провалились четверо белорусов. Спасти удалось только троих. Все пострадавшие госпитализированы в больнице с общим переохлаждением организма. МЧС напоминает, выход на хрустальную поверхность толщиной меньше 7 сантиметров представляет серьезную угрозу для жизни человека. Достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы последствия стали необратимыми. Благотворительная акция «Наши дети» стартует 14 декабря. В ней примут участие около миллиона ребят. Заявились более 90 предприятий. Планируется, что они посетят порядка 150 учреждений и организаций здравоохранения, а также социальные защиты. В этом году сюрпризы ждут и тех малышей, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе. К концу недели в Беларуси ожидается похолодание. Днем будет преобладать плюсовая температура, а ночью – заморозки. На дорогах появится гололед и гололедица, а землю снова покроет снег. Сейчас, сообщают синоптики, градус за окном превышает климатическую норму. Погода соответствует середине ноября. Налоги платят все, даже Дед Мороз. Профильное министерство предупреждает, перед тем, как поздравить ребенка или отправиться на корпоратив, нужно заплатить налог. Сказочным персонажам не нужно регистрироваться как индивидуальным предпринимателям, достаточно уведомить соответствующие органы и оплатить сбор. Сумма, которую нужно внести, зависит от города. В Бобруйске 89 рублей в месяц. Уведомление можно подать в письменном виде, либо через личный кабинет плательщика. В уведомлении указывается вид деятельности, период и место осуществления деятельности. Также надо знать, что эти виды деятельности осуществляются физическими лицами самостоятельно, то есть без привлечения иных физических лиц. Нарушителям грозит штраф. За более подробные информации можно обратиться в налоговую по месту жительства, либо в контакт-центр министерства по телефону 189. Вдохновленные жизнью, в районном историко-краеведческом музее открылась уникальная высовка работ людей с ограниченными возможностями. Среди авторов есть и те, кто вяжет крохотные теплые вещи для недоношенных малышей. А сильным духом Татьяна Гурбач. От работ Татьяны Новицкой невозможно оторвать взгляд. Это фантастические картины из бисера, вышивка крестика, нежные флористические композиции, герои сказок и два сборника стихов. И все это, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. После принесенной сложной пневмонии и комы, женщина оказалась прикована к инвалидному креслу. Надежды на выздоровление не было. Душу терзала депрессия. Но она нашла в себе силы и обрела смысл в творчестве. Однажды в Минске в больнице, в 10-й городской клинической второкальной хирургии, меня бабуля одна, она увидела, что мне реабилитолог принес шарики в руки, чтобы руки разрабатывать. Она у меня их забрала, выдала мне крючок, моточки, нитки, показала, как вязать. Меня затянуло. Рукодельница убеждена, творить добро легко. Уже несколько лет Татьяна Новицкая, волонтер Бобруйского клуба «28 петель», вместе с другими неравнодушными, вяжет для недоношенных малышей шапочки, носочки и жилеточки. Активисты дарят теплые вещи из шерсти хлопка также домам инвалидов и хосписам. Нередко авторами выставок в районном историко-краеведческом музее становятся именно люди с ограниченными возможностями. Очень долгий уже период мы сотрудничаем с мастерами, с людьми с ограниченными возможностями. Их вдохновляют руководители, вдохновляют окружающие. И этим людям нужно наше внимание, нужна забота. Экспозиция музея знакомит членов Бобруйской районы Организации белорусского общества инвалидов с историей, культурой и современностью региона. Особая атмосфера зала этнографии передает, как жили наши предки. Кухонная утварь, кровать, убранная вышивкой, подвесная люлька. Среди наиболее ценных экспонатов – старообрядческие реликвии XVIII века и искусно вышитые рушники. Росыпь предметов крестьянского быта завораживает. В начале XX века в доме каждого зажиточного крестьянина обязательно была маслобойка. Сюда заливали сливки или сметану. Приготовление занимало более часа. Музеи снова наполняются посетителями после затишья, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Повлияла и мода на внутренний туризм. Белорусы стали больше путешествовать по собственной стране, глубоко интересоваться ее историей и культурой. Татьяна Горбыч, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok